Если мы говорим в целом о налоговой системе, о налоговой нагрузке, то не проходит года, чтобы Министерство финансов при утверждении закона о бюджете не предложило какие-то нормы, которые повышают налоговую нагрузку. И каждый год Министерство финансов что-то меняет, что-то подкручивает, увеличивает ставки, снижает пороги и так далее. Со следующего года, в этом году Министерство финансов внесло, со следующего года, с 2023 года появляются экспортные пошлины на удобрения, на сталь, на уголь, вводится повышенный налог на экспортера сжиженного природного газа. То есть, в принципе, для российского Министерства финансов постоянное повышение налоговой нагрузки – это норма вещей. Они живут в этом режиме и каждый год для того, чтобы собрать деньги в казну и обеспечить финансирование тех расходов, которые Путин им поручает. Ну, деньги надо собирать, что называется. Деньги же в тумбочке просто так не лежат. В этом состоит работа министра финансов Силуанова и руководителя налоговой службы. То есть, один решает, что собирать, а второй это дело собирает. Вторая часть, она уже более узкая. Может ли Кремль, Путин пойти на повышение подоходного налога? Думаю, что может. Думаю, что может, но более того, я хочу напомнить, что вообще-то говоря, для россиян есть уже ставка 15 процентов. И, в принципе, ну, как-то вот ее так ввели. И я так понимаю, что за год Минфин собрал там порядка 100 миллиардов рублей по этой повышенной, ну, не Минфин, а налоговой службы. И более того, все эти деньги, вот именно от повышенной ставки, они пришли в федеральный бюджет, а не в региональные бюджеты, как основные суммы подоходного налога. Поэтому сказать, что это ну вот совсем невозможно, да нет, конечно, возможно. Более того, по опыту введения вот этой вот 15-процентной ставки, когда там несколько лет назад, да, там 2-3 года назад ее вводили, то, в общем, это как-то не вызвало особого возмущения у тех россиян, которые получают высокие доходы. Поэтому будет это сделано или не будет, вполне может быть. Другое дело, что вот смотрите, там вот введение этой 15-процентной добавки, 2-процентной добавки к 13-процентам, ну, в общем, дало Минфину 100 миллиардов рублей в расчете на год. Ну, при том, что годовые расходы Минфина на следующий год будут 29 триллионов, ну, мы понимаем, что, в общем, это так, особых проблем не решает. Не означает, что Минфин не решится на такой шаг, но сказать, что вот там без него прожить нельзя, я не могу. Сказать, что это вот не будет никогда, тоже не могу, потому что вот 20 лет жили при 13-процентной шкале, а потом неожиданно Путин почему-то решил, что можно ее повысить. Ну, соответственно, если один раз изменил налоговую ставку, то это может быть и второй, и третий, и четвертый. Ну, в общем, как говорится, я не вижу предела здесь совершенству.